Услыхал? Научил я. В Москве 22 часа. Радио России. Взял в своё время. Взял в своё время. В США начались снегопады. Тысячи людей остались без света. Откладываются авиарейсы. Теперь на эти и другие темы подробнее. В Старатовской больнице прооперировали троих детей, пострадавших в крупном ДТП. Один из мальчиков в крайне тяжёлом состоянии. Вот что нам сообщил главный врач 3-й клинической горбольницы Владимир Ращевкин. Четыре человека в тяжёлом состоянии. У двух лёгкой степень тяжести. И остальные в средней степени тяжести. В реанимации находятся в настоящее время ещё два человека. Двое. Естественно, то, что наркозы выходят из наркоза. Остальные в сознании. Напомню, сегодня утром в пригороде Старатово-Бензовоз протаранил микроавтобус, который вёз груз у школьников из Балакова в цирк. Две девочки погибли на месте. Ещё 14 детей и двое взрослых в больнице. Три клиники, где находятся дети и взрослые, усилены дополнительными бригадами медиков. С детьми и родителями сейчас работают психологи. Не исключено, что пострадавшие в случае необходимости могут перевезти на лечение в Москву. Об этом сообщил руководитель главного управления ЧАС по Саратовской области Михаил Лихачёв. Самолёт готов и ждёт в случае необходимости команда. Аэропорт, который готов принять этот тяжёлый самолёт, также подготовлен. Он тоже находится в режиме ожидания. По консультации с министром здравоохранения такой необходимости сейчас нет. Среду тянь следствия уже возбудило уголовное дело против предполагаемого виновника ДТП. Водитель ВАЗ-21099 с десятилетним стажем подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерти двух или более лиц. Как сообщается на сайте ГУВД, водитель спровоцировал ДТП, в результате которого бензовод врезался в микрофобус с детьми. Продолжаем выпуск. Дмитрий Медведев убеждён, что если власть не находит силы передавать полномочия молодому поколению, то она вырождается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!